Пекин, 26 АВК, Эрспорт, Мария Воробьева, Андрей Симоненко-Прыгуне с шестом Анжелика Сидорова, единственная российская представительница в пяти финалах среды на чемпионате мира по легкой атлетике, потерпела неудачу, не взяв начальную высоту. Таким образом, в копилке сборной России за пять дней мирового первенства остается только одно серебро Дениса Кудрявцева, завоеванное им в беге на 400 метров с барьерами во вторник. Сидорова с трудом прошла квалификацию на чемпионате мира, только с третьей попытки справившись с необходимой для выхода в финал высотой 4,55 метра. В финальных соревнованиях россиянка назначила себе стартовую высоту на 5 сантиметров ниже. И трижды с ней не справилась. В первой и второй попытках Сидорова, ровно месяц назад в Лондоне установившая личный рекорд 4,79 метра, вылетала достаточно высоко, но падала на планку, а в третьей россиянка просто не выпрыгнула вверх. Победу в этом виде программы одержала кубинка Ярис Лей Сильва, преодолевшая планку на высоте 4,9 метра. Второй с результатом 4,85 стала Фабиана Мурер из Бразилии, третье место заняла Николета Кирьякопулу из Греции, 4,8. В соревнованиях метателей копия первым заявку на победу сделал египтянин Ихап Эль Саед, отправивший снаряд во второй попытке на 88,99 метра. Но лидером ему долго побыть не удалось, кинеец Джулиус его стал первым спортсменом, разменившим на чемпионате мира 90-метровую отметку. Как оказалось, и единственным. С результатом 92,72 метра кинеец выиграл, став первым в своей стране чемпионом мира в метании копия, второе место занял Эль Саед, а третьим стал экс-чемпион мира финн терапит Кимики, 87,64. В беге на 200 метров не прошли в полуфинал россиянки Екатерина Смирнова, ее результат 23,29 секунды, и Анна Кукушкина 23,47, став по итогам предварительных забегов 41 и 44 соответственно. Чешка Зузана Гейнова опередила двух американок на дистанции 400 метров с барьерами и защитила титул, выигранный двумя годами ранее в Москве Чешка выиграла с результатом 53,5 секунды. Второй стала Шамьер Литтл, 53,94, бронзу выиграла Кассандра Тейт, 54,02. Еще один кенийский триумф вечера, победа Хивен Джабкемы в беге на 3000 метров с препятствиями. Ее результат, 9 минут 19,11 секунды. Хабиба Гриби из Туниса завоевала серебро, 9,19,24, всего на сотую секунды опередив Гизу Крауза из Германии. На гладких 400 метрах, ставших заключительным медальным видом пятого дня соревнований, прервалась ставшая уже привычной дуэль двукратного олимпийского чемпиона и действующего чемпиона мира американца Лашона Меррита и олимпийского чемпиона Керани Джеймса из Гренады. На финише южноафриканец Уэйт Ван Некерк был сильнее соперников и с результатом 43,48 секунды завоевал первый в карьере громкий титул. Меррит, 43,65, выиграл серебро, бронза досталась Джеймсу, 43,78. Утром в квалификационных соревнованиях россияне выступали в трех видах. В тройном прыжке у мужчин сборную представляли Люкман Адамс и Дмитрий Сорокин. Оба до 17-метровой отметки автоматического выхода в финал не дотянули считанные сантиметры, но в число 12 дефисти участников медальных разборок прошли без особого волнения. В беге на 800 метров у женщин России в отсутствие сильнейших спортсменок в этом виде, олимпийской чемпионки Марии Савиновой, бронзовой медалистки Игр-2012 Екатерины Поистоговой и Анастасии Баздыревой, представляла серебряная медалистка чемпионата России Евгения Суботина. На дебют на турнирах подобного уровня спортсменке не удался, она не справилась с волнением и не попала в следующий раунд. Утром в четверг в птичьем гнезде пройдут предварительные забеги на 5000 метров у женщин, где на старт выйдут Гульшат Фазлиддинова и Елена Коробкина, и 1500 метров у мужчин. В беге на 100 метров с барьерами выступит действующая чемпионка России и вице-чемпионка универсиады Нина Морозова. Учитывая тот факт, что лишь две соперницы по забегу показывали в этом сезоне более быстрые секунды, чем россиянка, а в полуфинал проходят четыре бегунья, шансы справиться с этой задачей у Морозовой хорошие. В параллельном забеге примет участие Екатерина Галицкая, вице-чемпионка России. Из трех технических видов утренней программы россияне не представлены лишь в метании диска у мужчин, зато в борьбу вступят высотницы и прыгуни в длину. Квалификационный норматив в прыжках в высоту, с которым будут справляться олимпийская чемпионка и лидер мирового сезона Анна Чичерова и победительница зимнего чемпионата мира Мария Кучина, равен 1,94 метра. В секторе для прыжков в длину сборную России представят сразу три спортсменки, бронзовый призер чемпионата Европы Дарья Клишина, вице-чемпионка Олимпиады Елена Соколова и действующая чемпионка России Юлия Педлужная. Для попадания в финал требуется выполнить норматив 6,75 метра. Открывать вечернюю сессию шестого дня соревнований, в ходе которой спортсмены разыграют четыре комплекта медалей, будут метательницы молота. Россиянки в этом виде заявлены не были. Фаворит соревнований, полька Анита Владарчик, установившая 1 августа этого года мировой рекорд, 81,08 метра. Среди ее основных соперниц, немка Бетти Хайдлер, француженка Александра Таверния и, конечно, китаянки Ван Чжон Ичжан Вэнсю. Выход россиянина Сергея Шубенкова в финал чемпионата мира в беге на 110 метров с барьерами осложняется присутствием в одном с ним полуфинальном забеге сразу трех серьезных соперников, ямайца Хэнсла Парчмента, француза Гарфилда Дарьяна и американца Алика Харриса. В финал соревнований напрямую проходят по два бегуна из каждого забега и еще два доберутся по времени. Также вечером в четверг пройдут полуфинальные забеги на 200 и 800 метров у женщин. Медальные шансы у россиян в этот вечер есть у представителей тройного прыжка Люкмана Адамса и Дмитрия Сорокина. Правда, соперничать им придется, вероятнее всего, за бронзу и фактически со всеми финалистами. Это и опытнейший румын Мариан Априа, олимпийский чемпион Нельсон Эвера из Португалии, американец Амар Крыдок и француз Бенджамин Компаори. А о фаворитах в этом виде не утихают разговоры все лето, кубинец Педро Пабло Пичардо и американец Кристиан Тейлор, не раз улетавшие в нынешнем сезоне за 18 метров, позволили любителям легкой атлетики с воодушевлением ждать финала чемпионата мира именно в этом виде. В первую очередь потому, что в секторе наверняка будет напряженная борьба, а во-вторых, эта борьба может вылиться ни во что иное, как в мировой рекорд. Прошлый был установлен, кстати, на чемпионате мира 1995 года британцем Джонатаном Эдвардсом. Золото на гладких 400 метрах у женщин почти наверняка разыграют богомка Шона Миллер и американка Элисон Феликс. Наконец, в шестой день чемпионата мира в Пекине станет известен ответ на вопрос, сможет ли американец Джастин Гэтлин взять реванш за упущенное в беге на 100 метров золото у девятикратного чемпиона мира Ямайца Усейна Болта на 200 метровке. Субтитры создавал DimaTorzok